Женщина все-таки хочет быть красивой, выйдя с макияжем, она хочет, что все думали, что она такой родилась. Как профессионал, работающий со звездами, он умеет хранить тайны, находить подход к каждому клиенту. Топ-визажист, который принимал участие в таких проектах, как Евровидение, работал с Валентином Юдашкиным, Филиппом Киркоровым, сегодня приехал на мастер-класс в Барнаул. Аудитория здесь не звездная, но благодарная. Сама главная миссия у меня это помочь, во-первых, дамам понимать, какую косметику они покупают, потому что я как раз противник того, чтобы женщина набирала, это болезнь женская, прийти в бьюти-магазин и набрать, особенно если консультанты умеют очень красиво рассказать, набрать огромное количество косметики, потом прийти домой, посмотреть на это все, и что же с этим делать, сожалеть. Кстати, несколько лет Сергей является официальным визажистом одного российского бренда косметики и считает, что в профессиональной косметичке есть место отечественному производителю. Сегодня он дает советы, как подбирать и использовать косметические средства, омолаживать девушек элегантного возраста. В Барнауле мастер впервые. За два дня он успел погулять по старому центру города и зайти в горную аптеку. Была очень прикольная ситуация, как раз я приехал в этот центр, и внизу дома на охране. Я захожу, она такая, вы куда? Я говорю, я на третий этаж. Она говорит, вам не туда, там одни девочки. Я говорю, вот как раз мне вот туда, я преподаватель. Она такая, вы преподаете визаж? Я говорю, да. По словам Сергея, иногда макияж может заставить плакать, ведь в такие моменты у самых разных клиенток получается поверить в свою красоту. Что можно чувствовать, кроме радости, что можно чувствовать, кроме удовлетворения и теплоты? Если ты видишь, что женщина радуется, она удивлена. Если женщина плачет, то плачет не от боли, а плачет от радости. Спасибо огромное. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев, День Столка.